Сегодняшняя тема Уже к часу ночи вчера, 26 августа, Петербургский Центр гигиены и эпидемиологии по результатам лабораторных анализов установил, что массовое отравление строителей произошло именно за обедом в столовой. Причина – стафилококковый энтеротоксин, он сохраняется даже в термически обработанных продуктах. Окончательные результаты лабораторных исследований будут готовы через 2-3 дня, однако уже благодаря первому предварительному диагнозу, врачи могут применять эффективную патогенетическую терапию. Все доставленные в больницу даже в очень тяжелом состоянии, 7 человек были обнаружены на строительной площадке полицейскими, которые сообщили о том, что найденные рабочие при смерти, живы и, по прогнозам врачей, жить будут. Напомним, вчера с 18,30 и до 21 в больницу им. Боткина служба «скорой помощи» доставила более 300 мигрантов, работающих на строительстве нового терминала в Пулково. После обеда в производственной столовой они почувствовали себя плохо, головная боль, тошнота, рвота, потери сознания. Врачи «скорой помощи» начали срочную госпитализацию, заболевших везли в Боткинскую больницу целыми туристическими автобусами. В больнице им, Боткина, которая обычно принимает 100-140 человек в сутки, в течение трех часов было принято и оказана квалифицированная помощь более 300 пострадавшим. При этом экстренная госпитализация жителей Петербурга не прекращалась даже в период массового поступления пациентов. Как сообщил главный врач больницы Алексей Яковлев, работали все врачебные бригады, независимо от рабочего графика, в приемы пациентов участвовали и стационарные, и поликлинические врачи. Поступающих сортировали в соответствии с состоянием тяжелых, средне-тяжелых госпитализировали на койке интенсивной терапии. Более 100 отравившимся госпитализация не потребовалась.